Дроны, отопление, переносные пункты полиции. Депутаты Карагандинского городского маслехата посетили Кировский отдел полиции, где ознакомились с условиями содержания задержанных и выслушали проблемные вопросы. Ирина Вобещевич продолжит тему. Депутаты посетили режимный объект Кировского отдела полиции площадью в 3000 квадратных метров и ознакомились с деятельностью личного состава. Это актовый зал для оперативных и аппаратных совещаний, занятий по профессиональной и оперативной подготовке. Видите, да? Да, есть. На балансе у вас? Да. На балансе депутаты. Именно в этом актовом зале не раз помогали организовывать различные встречи населения Пришахтинска, в том числе и с депутатами округа. Здесь расположены три камеры для временно задержанных. Это в основном ладинстративные, что подлежит административный арест. Камеры для временно задержанных тепло, светло и ставят на довольствие. В Кировском отделе полиции полное оснащение видеонаблюдением с постоянной фиксацией. Раньше мы находились на улице Сводной. Это старое здание было аварийное. И в 2019 году мы переехали в указанное новое здание. Данное здание было построено по заказу Министерства внутренних дел. Это является типовое здание для управления полицией и отделов полиции городского районного значения. В здании Кировского отдела полиции расположены два структурных подразделения управления полицией города. Это приемник-распределитель и специальный приемник для лиц, арестованных в административном порядке. Сюда попадают разного рода депоширы, нетрезвые водители. Также определен еще целый список правонарушений, за что можно на непродолжительный срок быть изолированным от общества. Условия для них очень хорошие. Вы сами видели, все кормят вовремя, все есть. То есть здесь по правам человек контролируют. Это все уже не нарушается. Права человек вы видели очень чисто, аккуратно, ежедневно могут вкупаться там. То есть все условия созданы для них. И штрафстоянка, естественно, когда самих сажают и суд решение выносит на решение 7 лет, машины тоже на штрафстоянку ставят. Здесь она есть. Ну и, естественно, проасфальтировать там надо. Это такие бытовые вещи. Также сюда попадают лица без определенного места жительства. Отапливается здание углем. Но с этим возникают ряд сложностей, которые благодаря депутатам уже решаются. 850 тонн они угля тратят. При этом у них в этом году взорвался котел. Трещину дал большую. И они потратили это около 5 миллионов тенге на ремонт. Мы в прошлом году с отделом строительства, с Камалеевым, Урадом Любековичем, прорабатывали здесь подвод отопления. То есть весь шахтерский поселок будет на центральном отоплении. Сюда мы тоже подвели центральное отопление. В этом году подключим центральное отопление. А вопрос у меня к вам. Вы в рамках гарантии какие-то перекрестки есть? На территории гараж для машин управления. Помещение непригодно для эксплуатации из-за протекающей крыши. Поэтому служебные машины паркуют на улице. Все проблемные вопросы взяты на контроль депутатами. Помимо этого в компетенции избранников помочь с оснащением. В помощь полиции в этом году мы проработали, выделили 100 миллионов тенге. Купим, уже поставщик определен, 5 переносных мобильных пунктов. Мы их поставим по городу. Как они покажут свою эффективность? Ну я думаю, что они покажут очень хорошую эффективность. Если в этом году мы их установим, в следующем году они покажут эффективность, то я думаю, во всех скверах города надо устанавливать данные мобильные переносные пункты. Помимо этого депутаты намерены совместно поддержать выделение средств на приобретение дронов для полиции, которые будут контролировать правопорядок, незаконное выращивание запрещенных растений, вываливание мусора в неположенных местах и многое другое.